Здравствуйте! Рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Ефа Лекцер. В текущем видео хочу выполнить расклад по просьбе одной из моих подписчиц, которая сформулировала вот такую вот тему. В чем суть вопроса? У многих из нас есть отношения, которые тянутся как лямка, не развиваются, но вы не понимаете, в принципе, будет ли у них развитие. То есть это партнер из вашего прошлого. И есть новое знакомство. От которого вы тоже не знаете, каких перспектив ожидать. И стоите, по сути, между двух огней. То есть что же? Ждать развития в прошлых отношениях или надеяться на новые? То есть давайте посмотрим, насколько значим у вас партнер из прошлого, насколько значим будет партнер из настоящего и перспективы развития взаимоотношений с каждым из них. По традиции всего будет 8 вариантов. Ваша задача расслабиться, настроиться на расклад. И выбрать либо ту стопку карт, либо тот вариант, который вы себе запомнили заранее. Хочу напомнить, что расклад все-таки общий. Он не является индивидуальным. Поэтому проиграется однозначно не у всех. Для тех, кто хочет индивидуальный расклад, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Плюс хочу обратить ваше внимание. Я работаю на прямых и перевернутых арканах. И я просто настолько устала отвечать на одни и те же какие-то маразматические вопросы. По-другому не могу их назвать. Когда мне пишут, переверните колоду, у вас карты неправильно лежат. Товарищи, но если вы не разбираетесь в специфике, во-первых, моей работы, моей подачи информации, то прежде чем писать глупые комментарии, задумайтесь в принципе над тем, что вы пишете. Если я тасую колоду, колоду я тасую и до эфира, и тасую ее при вас. Я переворачиваю карты. В колоде есть и прямые, и перевернутые арканы. Я вам сейчас это покажу, чтобы у вас не возникало сомнений. То есть видите, у меня нет такого, что вся стопка из перевернутых, либо только из прямых карт. И если именно в вашем варианте падают перевернутые арканы, значит информационному потоку нужно вам дать информацию именно в этом контексте. Поэтому будьте любезны, относитесь с уважением и к другим людям, и в принципе к чужой работе. Итак, настраивайтесь, пожалуйста. Проговаривайте свое имя. Проговаривайте имена. И если вы знаете дату рождения своих партнеров, это в принципе будет идеальный вариант. Ну и давайте смотреть. Так. Так. Для тех, кто выбрал первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Четвертый. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой. 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 И восьмой вариант. Не переживайте. Не переживайте, все карты я вам буду подносить, вам все будет хорошо видно. Поэтому можете смело выбирать просто тот вариант, на который вы настроитесь, либо в целом ту карту, которую вы себе заранее задумали. Итак, давайте смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант. Значит, что касается партнера из вашего прошлого. По перевернутой двойке и пентакли могу сказать, во-первых, это какая-то тупиковая ситуация, потому что отношения на текущий момент не имеют развития, не имеют перспектив. И помимо всего прочего, несмотря на вашу какую-то попытку душевного родства и близости, нет духовного контакта. Нет вот той искры эмоциональной привязанности, которая имела бы перспективы развития. То есть, вы знаете, отношения, вот просто они, не могу сказать, что зависшие, вы понимаете, что по сути они не имеют своего развития. Мы этот момент будем уточнять, но на текущий момент ситуация проигрывается именно такой. Что касаемо нового партнера, по перевернутой семерке и пентакли это позиция расчета. То есть, здесь может быть ситуация материального интереса, потому что партнер в принципе интересный, состоятельный. Либо же в целом, вы понимаете, что этот мужчина может привнести какие-то новые краски, новые перспективы в вашу жизнь. И вот здесь, по этой карте, вы боитесь упустить свой шанс. То есть, боитесь прогадать, знаете, сделать ставку на позицию прошлого, упустить добротного мужчину из настоящего. Но давайте все-таки уточним этот момент. Так, каковы перспективы и отношения вас ожидают с бывшим партнером? Ну, по королю пентакли, вы понимаете, все равно он для вас, ваш вклад, ваше сокровище. И несмотря на то, что у вас тупиковая ситуация, почему она еще может отыграться тупиковой? Потому что чаще всего король пентакли это мужчина, который состоит в отношениях, в постоянных отношениях. Не важно, гражданский это либо официальный брак. Но почему вот тут тупиковая ситуация? Да потому что он связан рядом с обязательств. Поэтому у вас нет перспектив развития. Чаще всего это мужчины земной стихии. Это телецкая зверополь дева. Ну, понимаете, здесь он останется в статусе женатого человека. Поэтому ситуация останется неизменной. Что же касается вашего нового партнера, то здесь у вас падает перевернутая двойка мечей. Но это, знаете, как нашла коса на камень. Почему? Потому что слишком разные люди, у вас слишком разный ментал. Вы не соответствуете друг другу в плане целей, какого-то мировоззрения, в целом, знаете, как это правильно сказать, идей, которые бы могли вас вплотить и вести по жизни. Если бы Аркан был в прямом положении, я бы сказала, что вы дополняете друг друга как ножницы. То есть, знаете, как один целостный механизм. Но так как Аркан в перевернутом положении, здесь четкая ситуация несоответствия. Плюс отсечение, скажем так, этого человека из вашей жизни. Так, оставим первый вариант. Сейчас я эти карты уберу в стопку. Перетаслу колоду. Так, и будем переходить к последующему. Давайте я так переверну, чтобы все видели, что этот вариант уже открыт. Так, для тех, кто выбрал у нас второй вариант. Что касается ситуации прошлого. Но опять, понимаете, с вашей стороны идет ситуация активных действий. Потому что вот та пассивность, которая была в отношениях, она у вас просто уже утомила. Вам хочется ясности, вам хочется корректив и уже для себя каким-то образом прояснить ситуацию. То есть, знаете, такая позиция. Либо уже добей меня, вбей гвозди в мой групп, но это я так утрированно говорю, да. То есть, либо уже разорвись на отношения, не тяни, не лямку. Либо уже проясни ситуацию, что-то для себя будем решать. То есть, расставить точки над «и». Четверка мечей в перевернутом положении, ситуация активных действий. Что касаемо нового партнера, здесь ситуация более яркая. Объясню, почему. Почему? Потому что этот мужчина помогает вам либо сбросить какой-то груз обязательств, либо в целом увидеть новые краски жизни. С ним все по-новому, легко, не так буднично, не так обыденно. И знаете как, мужчина вам помогает. Причем помогает не только словом, но и делом. Потому что это карта, когда при этом с мужчиной чувствуете себя именно женщиной. Когда вы получаете какую-то заботу, опеку, какое-то внимание, какую-то помощь. Теперь давайте смотреть, каковы же у вас перспективы развития с мужчиной из вашего прошлого. Ну, дурак. Отношения глупые, бесперспективные. Понимаете, отношения вот такие легкие, непринужденные, без обязательств. Потому что здесь мужчина четко хочет в легкости бытия порхать, как бабочка. Да, он имеет какой-то опыт за плечами. Он желает, скажем так, от него отказаться. Потому что опыт, в принципе, был не совсем позитивный. Но вот что касаемо ваших взаимоотношений, мужчина не готов к стабильной и серьезной связи. Теперь давайте смотреть вашего нового партнера, что у вас здесь проигрывается. Так, король Пентакли. А вот в контексте этих карт, хотя эта карта падала тоже в предыдущем варианте, могу вам сказать, что здесь мужчина будет для вас опорой. Опорой в каком плане? Из позиции финансов, из позиции совета, из позиции дел. То есть мужчина даст вам стабильность. И вот по сути для вас будут как сокровища. Поэтому я бы вам все-таки рекомендовала обратить внимание на нового человека в вашей жизни. Потому что это человек, который даст вам уверенность в завтрашнем дне. Это не только, знаете, вот ситуация любовников. Это больше ситуация такой вот эмоциональной, партнерской поддержки. Когда вы будете уверены, что вы за мужчиной, как за каменной стеной. Ну, безусловно, все-таки здесь выбор только за вами. Так, давайте смотреть, что же здесь отыгрывается в третьем варианте. Так, для тех, кто выбрал третий вариант, касаемо партнера из прошлого. Но здесь точно ситуация любовной связи, ситуация за разочарование. Потому что вот чаша в перевернутом положении. Вы понимаете и осознаете, что энергия уже из этих отношений, она утекает в обратное русло. Это карта оттока чувств. Это ситуация просто потребительского отношения к друг другу. А вот что касается нового человека, здесь у вас ситуация зависимости. Дьявол, много страсти, много энергии, много сексуальности. Здесь не только сексуальность, здесь эмоциональное влечение. Плюс здесь ситуация зависимости. Возможно, человек вам дает хорошую материальную базу, либо какую-то поддержку. Давайте все-таки смотреть, как проиграется ваше взаимоотношение. С партнером из прошлого и с партнером из настоящего. С партнером из прошлого. Смотрите, здесь у вас падает тройка пентаклей. То есть вы будете все-таки прикладывать какие-то усилия. Знаете, как возделывать свой сад. Потому что вы все-таки надеетесь, что... Все равно это хорошо забытое старое. Почему-то у вас именно такие надежды. Вы не теряете последние надежды. Вы надеетесь еще на какой-то шанс, на какие-то перспективы. А что касаемо нового мужчины. Ну, новый мужчина такой товарищ. Во-первых, по рыцарю пентаклей. Ему есть, что вам предложить. Здесь все-таки идет и финансовая сторона. Но рыцарь пентаклей – это такой товарищ, для которого важен сексуальный контекст взаимоотношений. Именно вот эта вот подача, особенно в сочетании с картой дьявола, говорит о том, что у вас это может быть обоюдная зависимость. И человек – это такой, который медленно подъем. Будет долго все взвешивать, думать, решать все за и против для того, чтобы увести ваши взаимоотношения на какой-то новый уровень. Подумайте, насколько для вас эта ситуация перспективна. Здесь есть ситуация развития взаимоотношений по тройке пентаклей. Но я не могу сказать, что это, понимаете, даст быстрый рост вашего труда, ваших стараний. И вот по картам, честно вам скажу, интуитивно идет то, что вы больше будете вкладываться в эти отношения, нежели ваш прошлый партнер. А вот здесь есть перспектива построения нового, плодотворного и долгосрочного союза. Не так быстро, как бы вам этого хотелось, но тем не менее. Так, давайте уберу эти карты. Так, здесь все поравняем. Для тех, кто у нас выбрал четвертый вариант. А что касается партнера из прошлого, по десятке кубков, либо это в целом ваш супруг, потому что это семейная карта, это карта домашнего очага, либо у вас очень большие планы на этого мужчину. Здесь четко у вас сильная эмоциональная привязанность, любовь, чувства. Вот какая-то даже душевная гармония. С этим человеком у вас точно либо есть семья, либо вам в семье очень хотелось. Что касается нового мужчины, это ситуация самообмана, потому что вот здесь старший аркан, звезда в перевернутом положении, он четко указывает на то, что это в целом будут какие-то разрушенные планы, разрушенные надежды. И отношения, которые, знаете, будут отложены в долгий ящик. Почему? Потому что здесь либо у вас будут разделять расстояние, либо в целом, знаете, вы как видите истинный облик, не тот, который вы рисовали. Поэтому пойдет ситуация краха ваших надежд. Ну, давайте посмотрим относительно каждого из ваших мужчин. Итак, касательно прошлого. Так, ну смотрите, по рыцарю жезлов. Здесь единственный тоже аспект. У вас может быть ситуация расстояния, на текущий момент вы можете находиться, ну, допустим, супруг, либо ваш мужчина может находиться на заработках, немножко вас это расстраивает. Но в целом это же ситуация страсти, это ситуация движения вперед в этих отношениях. А вот что касается вашего нового мужчины, то здесь ситуация, ну, падает перевернутая умеренность. Ситуация душевного раздрая, однозначно это не ваше. Это проходящее, это то, что, возможно, вам каким-то образом скружило голову, вас заинтересовало, но это абсолютно не ваш человек. Поэтому все-таки подумайте и сделайте, скорее всего, упор на те отношения, которые имели место быть у вас в прошлом. Так, дополнительные карты я убираю в колоду. Эти мы оставим вот здесь. Так, теперь, что касательно пятого варианта. По поводу человека из прошлого. На текущий момент вы, в принципе, сами не знаете, чего вы хотите, потому что перевернутая колесница, это в целом как ситуация сомнений и желание усидеть одновременно на двух стульях. Вы не можете сами разобраться в своих чувствах, в своих желаниях, в своих целях. Что касается нового мужчины, вот здесь вы почему-то понимаете, что человек станет для вас трамплином, движение вперед, к стабильности, к социальному развитию, к материальному благополучию и, знаете, как становлению вас как женщины, женщины-супруги, женщины-матери. Потому что королева Пентакли это все-таки сигнификатор супруги. И карта указывает на плодородие, карта указывает на материнство. Почему-то вы считаете, что новый мужчина даст именно эти горизонты. Особенно это актуально для тех, кто проиграет, ну в смысле, кто относится к стихии Земли, кто является представителем знака Телец, Козерок или Дева. Давайте же смотреть, о чем вам будут говорить карты относительно партнера из прошлого и партнера из настоящего. Относительно прошлого. Ну смотрите, здесь у вас четкая ситуация четверка жезлов. Это либо жизнь под одной крышей, либо ситуация сожительства. То есть, скорее всего, это вы состояли с этим человеком в официальных брачных отношениях. Ну или как минимум здесь был гражданский брак. Поэтому карты вам советуют все-таки. Может не все так плохо, подумайте, стоит ли этот момент рушить. И что касается будущего мужчины, здесь у вас падает восьмерка Пентаклей. Ну это карта крупного УОВа. Это помимо всего прочего, ваш, ну как, знаете, ваши надежды оправдаются, если для вас крайне важен материальный план. Потому что, во-первых, это обоюдная работа над отношениями. Будете трудиться не только вы, будет трудиться ваш мужчина. И если вас интересовал в отношениях именно финансовый аспект, возможно, вы здесь устали от безденежья, о том, что вы не можете себе ничего позволить. Либо что финансовые проблемы серьезно подрывают ваш план. Здесь просто вам нужно сделать ситуацию выбора. То есть, семья на текущий момент в том положении, так как она есть, да, может с какими-то материальными проблемами. Либо же какое-то вот обеспеченное материальное будущее. Но здесь больше будет какой-то прагматичный расчет. Я здесь не вижу эмоций, не вижу чувств. Так. Теперь переходим к шестому варианту. Так, что касаемо партнера из прошлого. Девятка мечей указывает на ситуацию страхов, скованностей. Возможно, мужчина в целом вас либо запугивал, либо оказывал на вас моральное давление, либо физическое насилие имело место быть. Но очень много страхов. Это первое. Либо же второй момент, это может проиграться как страх остаться одной, страх быть брошенной. В целом, не найди себе партнера, либо ту половину, которая вам суждена по жизни. Здесь очень много скрытых моментов, много тайн, которые либо вы сами боитесь для себя прояснить, либо заглянуть вовнутрь себя, знаете, прочесть себя как книгу, узнать какую-то подноготную ваших внутренних блоков. Что касается нового партнера, здесь я не вижу на текущий момент перспектив развития, потому что много препятствий, много трудностей. А по этой карте это в первую очередь может быть ситуация расстояния, либо же в целом, что здесь может быть ситуация упущенных шансов. То есть, когда была возможность эти отношения развить, вы либо побоялись, либо же в целом решили отложить их в долгий ящик, а теперь это, знаете, какая-то несвоевременная ситуация. То есть, знаете, как все застыло в воздухе. Давайте смотреть относительно вашего партнера из прошлого и из настоящего. Так, касательно партнера из прошлого. Ну, здесь это четко семейная карта, плюс здесь у вас может быть ситуация материальной зависимости, потому что десятая пентакль – это карта семьи, причем карта стабильности, карта, ну вот вы знаете, слишком здесь привязанной к материальному. А вот что касается партнера из настоящего, вы понимаете, что это ваше в духовном плане, потому что вы здесь как одно целое ножницы. То есть, вы как один слаженный механизм, один без другого не может. То есть, ну вот допустим, как винтик в этих ножницах, понимаете, вы идеально дополняете друг друга. И для вас это крайне значимо. То есть, у вас сейчас идет ситуация выбора. То есть, что ли, какое-то зажатое состояние, какие-то страхи, какие-то переживания, но материальная стабильность, либо же все-таки какое-то духовное единение, духовный единый ментальный план. То есть, вы друг к другу подходите именно в интеллектуальном отношении. Вам друг с другом крайне интересно. Помимо всего прочего, могу вам сказать однозначно, вы считаете, что человек сподвигнет вас на какие-то новые цели, новые подвиги. Потому что это сильная мотивация, сильный интеллектуальный толчок. Я вам обрисовала ситуацию. Безусловно, выбор, как всегда, только за вами. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант. Так, что касаемо партнера из прошлого. Так, ну, Аркан четко показывает, что вы сейчас закрыты от ситуации. Либо вы находитесь в подвешенном состоянии, либо это ситуация, когда вы в целом не можете определиться, понять, что вам в жизни нужно. Потому что перевернутая двойка жезлов – это карта тупика. Тупика, с которой вы пока отгораживаетесь, и не можете принять решение. Относительно нового партнера здесь у вас падает перевернутая девятка жезлов. Это, наоборот, ситуация эмоциональной открытости, когда вы скашиваете все барьеры и идете навстречу всему новому. То есть вы пытаетесь побороть себе, проработать какие-то внутренние комплексы, внутренние блоки, пытаетесь построить качественно новые отношения. Так, давайте теперь смотреть относительно партнера из прошлого. Так, относительно партнера из прошлого. Но здесь ситуация крушения. Понимаете, здесь уже все роли сыграны, и я не вижу вам вообще смысла за него цепляться. Аркан башня как бы ставит жирную точку на этих взаимоотношениях. А что касается партнера в текущий момент, а вот здесь будет ситуация стабильности и есть шанс построения семьи. Поэтому, ну здесь карты сказали, знаете, как единогласно, но в любом случае, опять же, решение принимать только вам. Так, и для тех, кто у нас выбрал последний, восьмой вариант. Относительно партнера из прошлого. Вот вам ситуация ваших качелей. То хорошо, то плохо, и эта ситуация не меняется. Постоянно идет возврат одних и тех же ситуаций. На текущий момент вы ждете либо от него какого-то известия, либо ситуации, решения, когда мужчина все-таки проявит свою волю, поступит по-мужски, и тем самым даст вам какое-то четкое обозримое будущее. Что касается нового партнера, здесь идет ситуация сильного сексуального влечения, притяжения, эмоций, красок и в целом, знаете, какой-то полноты жизни. Поэтому, если с позиции сопоставить старое или новое, нового возлечет гораздо больше. Давай же теперь, давайте посмотрим с перспектив развития отношения, да, о чем вам карта может сказать. Так, относительно прошлого. Но здесь все роли сыграны, понимаете, перевернутая, перевернутая туз кубков, все, чувства нет, отношения по привычке, отношения по инерции, которых вам сложно по какой-то причине еще избавиться, есть ситуация сомнений. А вот что касается нового партнера, здесь у вас падает перевернутая девятка пентаклей. Ну, во-первых, здесь может быть ситуация материального интереса, да, во-первых. Но здесь такой момент, у мужчины может быть идти ситуация несоответствия его слов с его поступками. Здесь больше ситуация именно сексуального притяжения, физики. Но такого, знаете, больше в потребительском аспекте. Давайте все-таки я уточню на нового мужчину. Ну, вы понимаете, вот ваша материалка, она здесь проигрывается. Но вот с этим мужчиной перспективы у вас есть. А с мужчиной с прошлого, к сожалению, нет. Но опять же, выбор только за вами. Чтобы вы потом не писали в комментариях, что я навязываю свою точку зрения, каким-то образом вообще влияю на вас, программирую вашу жизнь. Это на самом деле вообще глупость. Запомните элементарную вещь. Второй никогда вас не программируют. Они вам показывают наиболее вероятный исход ситуации в том или ином случае. Выбор всегда только за вами. Поэтому не пишите, пожалуйста, таких глупостей. Это просто-напросто смешно. Ну, а я на самом деле желаю искренне только всего самого лучшего. Определиться, сопоставить, как это проигрываться в вашей жизни и выбрать для себя надежного мужчину, достойного надежной опору, мужское плечо, которое для вас будет не только любовником, но и другом, и соратником. Ну, с вами была Ева Лехцер. Благодарю вас за просмотр. И до новых встреч.